Всем привет, это Красава, и сегодня у нас особенный выпуск, ведь я прилетел в Голландию. Лео Слуцкий, один из лучших тренеров в истории нашего футбола, оставил тепличные условия российской премьер-лиги и поехал делать европейскую карьеру. Это очень круто, и это красава. Погнали! Если бы вчера не было бы победы, это был бы последний матч. Я почти отчислил. Слуцкий не за салу. Идет передача, он там через себя. Прекрасный гол. Слуцкий? Да, номер один. Красава! Я уверен, что мало кто из вас был на матчах чемпионата Голландии, честно признаюсь, я тоже буду впервые. Не изменяя традиции, мы обязательно купим футболку в фаншопе, героя нашего выпуска. Леонид Викторович, извините, но мне кажется, что это будет вообще первая футболка с вашей фамилией, которую купят в этом магазине. Опаньки! Так, короче, мой газ еще закрыт, потому что я рано приехал на стадион. Мы не станем изменять традициям и перед игрой купим футболку. Будем ждать тогда. Мы не будем изменять традициям, сделаем первый номер, все-таки Леонид Викторович. Мы не будем изменять традициям и перед игрой купим футболку, выберем первый номер, потому что Леонид Викторович когда-то был вратарем. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе, Викторович. Традиционно перед игрой я бегу в фаншоп. Свет горит, а фаншоп закрыт. Вообще удивительный момент, два с половиной часа до игры, клубный бар возле стадиона закрыт, фаншоп закрыт, людей посмотреть вообще нет. Сегодня суббота, хороший матч и просто нет людей. Я вообще переживаю, придет народ или нет на этот матч. Хотя вроде бы, как говорят, что 1017-20 ходит постоянно. Буду ждать, что не сделаешь ради футболки Леонида Слуцкого. Это суперэксклюзив, и кто-то из вас ее получит. Все, магазин работает, поэтому пришло время купить футболку. Посмотрите, у них в фаншопе есть скамейка запасных. Откуда они знали, что я приеду? Это же мое козырное место. Опять Слуцкий, опять футбольный клуб, и опять я на скамейке запасных. Ничего не меняется. Сделаем комплимент главному тренеру. Возьмем Элечку. Ларч. У этой женщины гель для душа. Если честно, первый раз в фаншопе вижу, что продают гель для душа. Привет. Слуцкий, номер один. Да, это факти, Недо. Ты хочешь Слуцкий? Да, да. Окей, окей. Номер один, окей. 99,95. Окей. Слуцкий, номер один. Короче, народ в шоке, что я заказываю футболку с Луцкого. Впервые такой заказ поступает, так что Леонид Викторович, видите как? Исторический момент, первая футболка с Луцкого пошла в разработку. Слуцкий, номер один. Окей. А это Березуцких понесли. Бай-бай. Бай-бай. Сейчас пора идти на футбол. Я вперед, Витас. Меня зовут Савин Евгений Слуцкий. Теперь я благодарен Викторовичу не только за время, проведенное в Самаре, но еще и за поход на голландский футбол. Посмотрите, какой билет, точнее в каком конверте. Красава. Бай-бай на YouTube. Ну посмотрим, что вы скажете после вашего ролика, может он вам не понравится. Спасибо огромное, это очень круто. Сразу хочу сделать замечание. Посмотрите, как близко расположены трибуны к полю. Стадион вмещает 25 тысяч и говорят, что сегодня будет где-то около 17-20 тысяч. Братья Березуцкие. Леонид Викторович пошел давать интервью перед матчем. Потихонечку стадион забивается. Первый тайм. Погнали! На шестой минуте воткнули голешник. 1-0 ведем! Да! Все, после первого тайма счет 1-0 в нашу пользу. Ждем второй тайм. Коуч, ну улыбнись, улыбнись, Коуч! Уууу! 3-1! Все, с победой! Общий счет 3-2. Очень важная победа для Витмеса. Коуч, доброе утро! Ну что, я обещал вам победу. Победа есть! Постегивайся, давай, Сталом! Обнимайся, пока! Китобольскому надо же 5-ть унутом ездить. Коуч, пикается так, что в пол полиции в воскресенье выйдет. В 4 утра, в 42 минуты, я зашел в мессенджер и видел, что вы там были в это время. Вообще спали сегодня? Ну, после игры. Хау, ты же знаешь, практически не спишь. Ты всегда прорабатывал в голове моменты. Мяч на втором в ярусе трибуны. А тренер тоже прорабатывает все моменты в голове, поэтому до 5 утра ты гарантированно не спишь каждый раз. Самый плохой матч и самая плохая ночь после него. Ой, сложно. После этого матча даже я без различных футболов я не спал. Это Уэльс. Ну, одна из самых тяжелых, наверное, ситуаций, да. Вчера я видел, когда вы вышли на поле с Березуцким, я видел, что концентрация реально запредельная. Виктор, честно, скажите, отдайте сейчас инсайт. Если бы вчера, не дай бог, не было бы победы, это был бы последний матч? Ну, вероятность такая была очень высокая. Как любому иностранцу, конечно, здесь присутствуют повышенные требования. Поэтому вчера был сверхважный матч. Да, 5-е место, наверное, не самый высокий результат. Но и в то же время за последние 10 лет тест только однажды был выше. Все знают, как расслабляются футболисты после игры. Пиво, кальян, как тренеры. Матч я посмотрел вчера три раза, еще раз. Серьезно, да? Да. Три раза матч посмотрели? Ну, а что делать? До пяти утра не спится, ты ходишь с открытыми глазами. Я посмотрел нарезку всех моментов лиги. Все отчеты, какие матчи только походили. То есть и мои матчи, когда я мучился, мучил вас в Самаре. Сам, я тебя перематываю. Блин, ну слава богу. Это ж мазохист, но не настолько же. Совсем недавно я рассказывал вам об очень важном челлендже, с которым сталкиваются абсолютно все футболисты по окончанию карьеры. Куда инвестировать свои деньги? Сегодня я расскажу вам о не менее сложном испытании, с которым придется столкнуться практически каждому футболисту после окончания карьеры. Как выстроить правильно свой рацион питания и не перейти в разряд тяжеловеса. После окончания карьеры я набрал 9 килограмм. Просто посмотрите на это фото. Особенно это было заметно на фоне Юры Дудя, моего коллеги по шоу Культура. Будучи профессиональным футболистом, я ел все подряд, зная, что завтра у меня тренировка и все мои калории сгорят. Когда же футбол закончился, основная проблема в том, что есть хочется столько же, а двигаешься ты уже намного меньше. Для меня была огромная мотивация неплохо выглядеть в кадре, потому что плюс 9 кг это просто кошмар. Мне понадобился ровно год, чтобы подобрать оптимальный режим питания. Да, пришлось хорошо поработать над собой. Мы всей семьей живем на два города Москва и Санкт-Петербург. А иногда из-за перелетов по красаве я меняю 5 городов в неделю. Поддерживать правильный режим в таком темпе мне помогает сервис доставки правильного питания на дом. Гроуфуд. Так, что у меня сегодня? Овощи с курицей. Сейчас побуду экспертом и скажу вам, что фрукты и углеводы лучше есть в первой половине дня. Минус 9 кг. Дерзайте. Гроуфуд всегда вручает меня, когда я прилетаю в Питер без даши или когда нужно загрузиться качественной и полезной едой в дорогу. У Гроуфуд есть 6 вариантов питания. От детокс, где нужно очень быстро похудеть. До пауэр, где нужно зарядиться углеводами для того, чтобы мощно подкачаться. Мой вариант питания после того, как я сгонял в Голландию и в Англию и мощно налегал на фишн чипс, это, конечно же, фитнес. Гроуфуд. Удобный вариант, когда нет времени готовить, а хочется питаться правильно и полезно. Кстати, у них даже есть детальный расчет в соотношении белков, углеводов и жиров. Это очень круто. Не, реально круто, серьезно. Прямо сейчас идет акция с 23% скидкой на линейку питания Power и Balance. Если хотите попробовать для себя другой режим питания, по промокоду красава будет скидка 1000 рублей на первый заказ. Ссылка в описании. Переходим, заказываем и пробуем. А мы двигаемся дальше. Я так понимаю, сейчас 2 дня выходных у команды, да? Я вчера дал, да, то есть уже после игры. Второй выходной, это беспрецедентный случай. Они все кричали, тренер заболел, померить ему температуру. А здесь вообще у них принято, у голландцев, у них всегда 2 выходных на неделю. То есть они всегда среду отдыхают. Не важно матч, суббота, воскресенье. То есть теперь я понимаю, когда голландцы приезжали со своими методиками для детско-юношеского футбола, да, с которыми я был. Мягко говоря, не очень согласен. С Тобольска беру, какому-нибудь колхозника, да, и он 4 раза в неделю только тренируется. Я всегда говорил, что это очень мало, неправильно. Теперь я понял, почему это соответствует голландским методикам. Это просто вот их стиль жизни. Они всегда имеют 2 выходных на неделю. Естественно, я этого никогда не использовал. Естественно, для голландцев это было тяжело. Поэтому вчера когда бегут 2 выходных, они так... Они шоки. Так, Викторович, мне кажется, мы сейчас по встречке едем, мне кажется. Мне тоже так кажется. Так, ну мы сейчас едем на базу, правильно? Мы едем на базу. Здесь дети могут пользоваться всем, что есть у основного состава. Круто. Тот же тренажерный зал они заходят. Та же физиотерапия. Те же все помещения. Тот же зал для теории. Ого. Увидели на трибуне. Да. Тоже яркая личность. Ну хватит вам. Еще в такой футболке сумасшедшей. Мы вообще в другой формат. Багзах едем, ну ладно. А они говорят, а кто это? Да, меня спрашивают через Аташе. Здесь же очень много интервью. Здесь же 5 флешей после игры, до игры. Я говорю, это самый крутой русский блогер, который пишет о футболе. Он тут же в айфоне забил красаву, увидел количество просмотров. А для 6-миллионной Голландии миллион просмотров в эту Саву, это очень круто. Ну Сава, ну давай не скромничай. Ты был посредственным футболистом, хотя считал себя невероятным топом. Но как блогер ты нашел себя. Так, все, стоп, мы это вырежем. Просто сейчас в авторитике еду уже 3 километра. Кстати, мы на стадион приехали. Да, нам стадион совсем не нужен. Кроме того, что это база Витеса, мы сейчас перейдем, здесь еще база олимпийской сборной Голландии по всем олимпийским видам спорта. Легкоатлеты, конькобежцы, велосипедисты. Здесь вот это табло, вот прямо перед нами. Это сколько дней осталось, 5 часов до следующих олимпийских игр, которые пройдут в Токио. Здесь огромный комплекс, и влево уходит это вот все, что принадлежит олимпийскому комитету. А вправо начинаются соответственно... Искусственные есть? Два искусственных олимпийских игроков, потому что дети, кстати, играют. Как часто вы смотрите на Академию при ходе посмотреть? На Академию не часто, а дубль, если играют домашние матчи, мы не пересекаемся. Я стараюсь смотреть, потому что все это знают, естественно. Ребята, какие-то тесты. Мое любимое упражнение дриблит на скорости. Игрыш, ну промолчи тихо-то нас. Да, да, хорошо. Да, чтобы ты был хорош. На Волге с пивом в руках я был хорошим. Где база лучше, у Витаса или в ЦСКА? В ЦСКА слабая база. Это же не база ЦСКА, это база большого ЦСКА. Они построены еще, не знаю, там, в 40-х, 50-х годах. А здесь современная база, нельзя сравнивать, здания построены в 50-х годах и построены 10 лет назад. Ой, это Слуцкий, это Слуцкий. Насколько я знаю, вчера вы приехали все на игру на машинах, да? На базу заезжать вообще перед матчами? Нет. В Европе нет такого, да? Здесь же на базе нет номеров, если надо ехать на базу, потому что здесь нет отеля на базе. Хлоп. 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 Ты у меня спрашивал, вот чем у них дети отличаются от наших. Вот я тебе могу рассказать одну историю, которая сразу даст все ответы. Я когда делал день открытых дверей в Волгограде, в миллионном городе, в своей школе, когда она только создавалась, то есть, соответственно, бесплатная школа, то ты думаешь, сколько человек пришло по 7 возрастам. Ой. 7 возрастов. Да. С 2005 по 2011 в Волгоград, то есть там была большая реклама, миллионный город, сколько детей пришло на набор. Ну, я не знаю, ну, 500 человек, тысяча человек, 500. О, я угадал, круто. А здесь, в этом году, у них был набор 2010 года. Ага, один год. Один год, 100 тысяч человек живет в Варнаме, как думаешь, какое количество детей 10 года пришло пройти просмотр ВИТЭС? 450 детей пришло, практически столько же, сколько по 7 возрастам в миллионах в Волгограде. То есть, по существу, у нас была выборка, ну, там, 50 детей в каждый возраст, который пришло, а у них выборка 450 детей. Пришел, я думаю, что каждый мальчик 2010 года рождения, который живет в Варнаме. Кстати, дети маленькие, не очень хорошо разговаривают на английском. Вот, то есть, они уже где-то лет, наверное, с 13, с 14 начинают. Я, кстати, понял вчера, что я в Голландии себя чувствую комфортно, потому что они примерно, как я, разговаривают по английскому. Я всегда в хале работал, когда вот этот йокширский акцент, что вы говорите, 5 шотландцев в команде, это вообще невозможно. Они все время потрунивали вратаря, чтобы он задал мне вопрос и сами ржали все на теории, потому что они не могли его понять, да, внутри команды отгличания. У меня вообще не было шанса его понять, и все время Макгрегор меня что-нибудь спрашивал на теории, и они сейчас, спроси, 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 вот это его. Все школьники независимо занимаются они футболом, нет, играют в футбол. До возраста, вот 2010, они начинают прибирать, маленькие, с 4 лет, они здесь все в местных, миллион клубов рассредоточены, таких локальных. То есть, например, в локации только моей, в 10 минутах, находится 6 любительских команд, в каждом из которых минимум 1000 человек. То есть, ну, это от взрослой команды до самых маленьких, да, и это все оплачивается государством, у них большие налоги, но спорт бесплатен и огромное количество инфраструктуры. То есть, ребенок там в шаговой доступности гарантированно имеет все условия для занятия футболом. Поэтому, потому что у них каждый мальчишка вовлечен, ну, вовлечен в футбол. Вторая, большая разница. Кровосмешение, не только суринамские колонии, суринам это большущая колония, все думают, что в Африке, на самом деле, Южной Америки. Сейчас очень много здесь марокканцев, очень много индонезийцев. И вот эти смешения крови, они все-таки дают очень интересный микс. Я вчера обратил внимание, что они все быстрые на мяче, техничные и очень много молодых. Вот почему у них много молодых играет в чемпионате, а у нас, ну, не очень много? А, у них деваться некуда. Им нужно купаться. Потому что здесь никакой дядя не придет и деньги тебе не даст. То есть, никакой Газпром, условно говоря, не придет, ничего тебе не сделает. То есть, они все шутят, что вот эту базу построили, когда Бютнера продали в Манчестер Юнайтед. Он все время орет, что это моя база, вообще валите через нее. Каждый год Витес, команда достаточно скромная. Бюджет у клуба в районе 22-23 миллионов, да. То есть, по нашей российской премьер-лиге, это там ближе, прям к концу, к концу. Ну, команда сама купаемая. В том году они продали Рашу, 109 миллионов евро. Были трансферы и по пятнашке. То есть, они понимают, что нужно купаться. То есть, выращивать и продавать, это единственный путь. У меня здесь очень комплексная задача. Не только занять какое-то место, но обязательно подготовить игроков, вырастить. И каждый год Витес летом меняет минимум 10 игроков в своем составе. Бан, чтобы каждый год Витес не менял тренера, Викторович. Ну, Витес и тренера менял каждый год. Дольше всех здесь отработал за последние 20 лет. Это Питер Босс. Два года, это самое длинное, что отработал тренер здесь. Потому что, естественно, тоже все время меняются задачи, меняются владельцы, меняются цели. Мы можем открывать таблицу. Меня в Англии научили. Говорят, давай откроем таблицу, сейчас посмотрим, чьи болельщики счастливы, а чьи нет. ПСВ болельщики счастливы, они на первом месте. Аякс нет, потому что у них притязания на первом. Фейнорд нет, потому что у них притязания в двойке и в Лигу чемпионов. Азе нет, потому что они четвертые, в том году были третьи. Ну, Витеса самого с собой нет, хотя мы пятые. И так далее. Как вам атмосфера в Академии Витеса? Как сказал Леонид Викторович, практически каждый ребенок в городе с своего года приходит в Академию. Это очень круто. Поэтому в Голландии так много молодежи, поэтому они играют в футбол. Пока-пока. Пока-пока. Счастливый. Счастливый. Бусы чистить. Вот, бусы. Вон, мои кроссовки я в бусы шуешь. Грязные все, мне надо. Моя полка за все эти сушилки. Ну, вот эта комната Китмэна. Китмэн это администратор, да? Да, да, да. Зинченко мне показал Манчестер Сити, сейчас вы мне показываете Витеса. Без такого доступа попасть на базу невозможно. Только по блату. Огромно по блату. Так, а что здесь у нас? Ну, это напитки. Все восстановительные, протеины. В Сити подписано, а у вас просто номера. Номера. Это Раймонд Вандергоуд. Это тренер по вратарям, который играл в Манн Юнайтед 6 лет. Это восстановительная штука. Это как беговая дорожка, только в воде. Тут же ты можешь корректировать углы все свои. Мы не Манн Сити. У нас, конечно, нет Крио Сауны. И не Краснодар. Это для Витеса дороговато. Но тоже здесь, насколько позволяют возможности кузбы. Вот, сауна есть витеричная штука. Да, сауна есть, конечно. Ну что, хорошая база. База очень хорошая. Это с девалками. Основного состава. Вот здесь команда. Они все время подшучивают друг на другом. То есть, вот, например, вот Караваев, да? Вышла реклама с ушанками. Да. И сразу Караваев прилепили. Вот он с Олегом Яровинским рекламирует эти ушанки. Лепят какие-то картинки. Ну, то есть, Линдсон, это вообще самая популярная тема. Потому что он очень маленький. И, видишь, ну, то есть, карлики здесь, карлики здесь. Ну, да, вот эти вот игрушечные все дома. Так, Викторович, ну, честно, над вами шутят, нет? Шутят, конечно. Так, а где? Да я здесь не переодеваюсь. У меня другая комната. Там трудно подшутить. Урам Каша, которого уже нет в команде, который играл здесь 8 лет и был капитаном команды, тем не менее, оставили его табличку, оставили его фотки. Он был на этом месте просто ранее. И сейчас они чуть перенесли табличку выше. Я в развивалке Сити походил в тапках Элгуэра, и он начал голы забивать. Кто не забивает? Кто не забивает? Покажите, чьи тапки мне надевают быстро. Во! Мухаммед Дауда. Так, Мухаммед, сори. Новый игрок просто в команде. Разметочек, наверное, не бойся. Да, что-то маловато. Маленький. Ну, хотел пью, блин, чуть-чуть. Что ради Мухаммеда не сделаешь, а? Что ради Винтесы не сделаешь. Так, ну все, достаточно. Все. Мухаммеда зарядили. Все, ждем голы. Твои классовки современные, как у меня сын ходит. Как часто в этой раздевалке играет его хип-хоп, Викторович? Здесь голландцы ставят музыку всегда. Мы все время с Олегом шутим, что их песни, это как будто в Сочи, 80-е годы. Ага. Вы видели счастливое лицо отца? Это круто. Так, это ваша любимая песня, да? Как называется? Only You. Only You, да? В Москве, когда будет концерт, вы собираетесь ходить, да? Если я буду в Москве и концерт попадет, то да. Я его поддерживаю во всех его начинаниях. Единственное, я говорю, что если ты чем-то занимаешься, то надо заниматься серьезно. Сейчас он живет этим, он ловит вдохновение, он пишет. У него есть творческие удачи, неудачи, моменты, когда идет, когда не идет. Уже было несколько концертов. Ну, понятно, не он один, там сборный концертов, несколько исполнителей было. Ну, то есть пока это его жизнь, ему нравится самое главное. Я не могу сказать, получается у него или нет, я там вообще ничего не понимаю. Ему 13 лет, да? Ему он будет сейчас в марте 14. А на чьи деньги он записывает? Вы ему помогаете? Ну, на самом деле, это абсолютно не так дорого. Прошлое его увлечение стоило мне, может быть, даже дорого. А что так? Он, например, занимался экстремальным самокатом, и я ему построил такой скейт-парк. Сейчас он уже не интересует самокатом, но скейт-парк работает, и дети там продолжают кататься и заниматься. Викторович, я бы мог это зачитать, но там очень много мата. Не надо быть ханжой, да. И если кто-то мне скажет, что их 14-летний ребенок не знает ни цензурной брани или не использует ее в разговоре со сверстниками, со мной он так не разговаривает. Я знаю, что вы смотрите все мои выпуски. Да. А также я знаю... Это потому что. А также я знаю, что вы смотрите все выпуски Юрца, друзья. Да. Я прям жду. Я жду, я подписан на его Инстаграм, и я сразу, как только он там сегодня выходит, я сразу в Ютуб и смотрю. Самый крутой выпуск Юрца для вас. Надо выбрать один. Ну, не взоров, ладно. Не взоров. Самый крутой выпуск, красава. Здесь будет тоже сложно, потому что планка у тебя высокая. Я редко хвалю тебя сам. Ну да, это правда, я знаю. Но самый крутой выпуск, это вот с этим пацаном из Рыбинска. Из Рыбинска, да. Которому, и я так понимаю, что выпуск способствовал тому, что тебя услышали после этого выпуска. Исполком РФС принял решение отменить компенсации во вторых лигах. То есть это просто фантастика. Монни. Монни. Хелло. Монни. Монни. Это Тимон Науш. Наш лучший бомбардир команды. Серьезно? Да, который травмирован. Он забил в первых семи матчах пять голов. Это человек, который играл за сборную Словении. Вот эти знаменитые стыковые матчи со сборами России. Настя, митю. Еще раз повторюсь, что этот тренажерный зал не только для основного состава. То есть и вторая команда, и вся Академия, они все-все-все здесь работают. Кстати, прикольная штука. Вот смотри на стены. Здесь все футболисты, которые когда-либо играют в команде. Ну, соответственно, кто играл больше, они побольше. Буквы крупнее. Вот тот же Эдвард Стюринг, который сейчас является моим помощником именем. Его названа одна из тригун. Тео Босс, это здесь прям легендарная фигура. Сергей Крутов. Это юношеские раздевалки. И здесь фотографии игроков, которые из школы чего-то добили. Это вратарь Ром, который играл в Витессе. Сейчас это второй вратарь ПСВ. На каждой двери изображен пример. Я понял, как мотивация. Это вот, например, Рикки Ван Вольц-Винкель, про который я сказал, который сейчас играет в Базеле. И вот на каждой двери такие примеры для пацанов, что ты можешь из юношеской академии. Ван Винкель, очень интересный игрок. Играл в сборной в Голландии. Александр Винкель. Это иголки длинные, он делает. Хочешь, тебе сейчас как вставят эту иголку, ты тут прям умрешь. Так, ну чего? Куда, вы круг? Да. Смайл, мой друг. Ты будешь плакать, он тебе говорит. Да? Сто процентов. Я правильно снимаю? Правильно, правильно, Викач. Сал, ты расслабься лучше, не ори. Все, 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 Викач, доставай. Так, друзья, ты что вообще? Ёсс, ты просто пыльешь. Потому что ради подписчиков нельзя. Так, короче, вот так вот лечатся травмы. Вот такого добрый дядя повтыкал. Покажите иголку. Вот здесь смол, а? Как смол? Смол, ван. Вот здесь смол, ван. Ёсс. Люди сюда приходят, им втыкают иголки. Они автоматически вылечивают, за то, что никто не хочет и возвращается в группу. Всех, бай-бай. Всех. Бегают, на какой интенсивности. Все показывают GPRS. Кто самый крутой? А если мы берем вот одну из последних треног, зеленый, это лучше. Бютнер пробежал больше 8 километров. Смотри, вчера был хороший. Это сенсация нереальная. Смотри, какие здесь есть штучки. Здесь они с фотографиями. А, с фотками, круто. От Кара, например. Обычно просто фишки. Обычно фишки. А здесь вот как бы, здесь очень много таких технических заморочек есть. Ничего вроде особенного. Олег здесь сидит. Рядом с ним сидит Вася. Лёха сидит вот здесь. Здесь сидит Ники Хоу. То есть Вася сидит напротив Лёши, как в зеркало смотрит. Ну, чуть вот так. По диагонали. Вот это кресло нашей легенды. Legends Chair. Он играл за Манчестер Юнайт. Вот у него Майка. Мы делали квиз. Последний вопрос квиза задавал его лично сам человек. Он говорит, а вратарь Раймонд Вандер Гоуф, он по себе сам говорит, в третьем лице, в 6 лет играл в Манчестер Юнайт. То есть вместе с Гиггзом Кантона, Дэвидом Бэкхэмом и так далее. Какое количество трофеев он выиграл? Все такие, кто это был? В общем, там 11 трофеев у него было. Так что он у нас трофеев. Legends, мы его тут первый номер. Вот видишь тоже, сразу можно понять, что к нам приезжал Лопатэ. Ага, очень важно. Мы еще играем в теннис с тренерами. И тут, соответственно, вот видишь, теннисные турниры. А вот это, ну это там Раймонд, да, как бы. А, ну я понял, Photoshop. Это Кевин, наш видеоаналитик, типа Агасси. Просто посмотрите, как паркуется Леонид Викторович Слудский. Топ. Как вы так увидите? Топ, топ, топ. Расскажите секреты. Не знаю, это на автомате положили. Мы выходной день приехали в Роттердам. Я понимаю, что мы не за Ван Перси, приехали за трансфером. Что мы здесь делаем? Мы идем на сумасшедший турнир. По? По теннису. Я думал, что Даниил Медведев сыграет в финале этого турнира. Но он вчера проиграл в полуфинале, к сожалению, в уборной борьбе. У вас теннис как бы полноценное хобби, то есть вы играете прям, да? Ну, играю, громко сказано. Привет. Ты футбол играл? Нет. Помоги мне, пожалуйста. Да. Я в теннисе вообще ничего не понимаю. Расскажите мне, как полупрофи, кто фаворит? Фаворит Мэнфис, потому что он как бы обыграл того же Медведева. Но Павренко как бы духовитый парень. Поэтому что ты предпочтешь? Явного фаворита? Нет. Человека, который может за счет характера что-то компенсировать. Характер, мужик с яйцами. Так, по сколько ставим? Давай по 100 евро. Давайте по 100. А какой призовой фонд? Больше 2 миллионов евро, общий призовой фонд. Викторич, объясни мне, откуда у вас любовь вообще к теннису? Да мне просто нравится. Как часто вы играете? Ну, здесь, кстати, в Халии все тренеры играют. Мы примерно играем в одну силу. Зимой редко, а так на открытых кортах раз в неделю, там, в хороших подругах мы играем. Вот так вот приехал посмотреть голландский футбол, а посмотрю еще теннис большой мировой. Блин, прикольная арена. Я первый раз на такой большой арене. Какой у вас самый любимый теннисист-рикорч? Роджер, конечно. Федер? Вообще топовый чудак. Столько лет Дернса. Я считаю, что он вообще сейчас самый выдающийся спортсмен на планете. Викторич, ну 100 евро покажите. Есть у вас хоть нет? Один. Ну, дома точно есть. А, есть. А, есть. Вот, все нормально. И у меня где-то есть. Да. Ну что, Виктор, ваш пока пинцит. Ну, пока твой выглядит сильнее. Я помогаю мне, чем блогерам благотворительность. Соточка, соточка, иди сюда. Все, как я и говорил. С Массетом 1-1. Монфис, на мой взгляд, проиграет. Потому что Вавренка в целом выглядит сильнее. Я могу уже листовать 100 евро из кармана. То есть я уже могу думать, куда потратить. Чемпион фит-поинт. Так, ну что, я бережно проиграл 100 евро. Не знаю, как в футболе, но в теннисе вы точно разбираетесь. В футболе хуже. На что потратил 100 евро? На помощь голодающим блогерам. Ты же выбирал первый. И Вавренка. Ну, не, ничего, не расставились. Я ему в инстаграм напишу, чтобы он перечислил мне на сберкнижку 100 евро. Переносимся на выпуск с Кайратом, когда Андрей Аршавин показывал. Видишь, у меня уже, я почти отчисленный, если не открыл ее. Опа! Все, приехали. Со второго раза только получили. Видишь, у меня уходит второй шанс. Это реально понятно. Да, то есть вот зал для теории. Такой мини-кинотеатр. Тоже, кстати, очень удобно с баллом. Обычно происходит дело так. То есть экран опускается. Здесь я стою с айпадом, как профессором рисую. То есть все время стоя, да? Я все время стоя, рисую. Ну, если разбор по нашей игре, там, ну, даже там до часа может дойти. Если по сопернику, то не более получаса. В Самаре вы нам разрешали на теорию брать собой чай, вот так вот вытягивать ноги. Сейчас пожестимые теории. Да нет, нет. То есть они возьмут с собой чай, кофе, ну, попкорн вряд ли. Здесь, потому что здесь всегда фильм больше ужасов, чем комедия. Два варианта. Ну, у вас комедия всегда была в Сама. Здесь иногда еще ужасы бывают. Здесь задачи комплексные, которые ставит владелец. Нужно всегда быть самоокупаемым. Поэтому есть три пути, как этого добиться. Первое. Это попадание в Лигу Европы, но сейчас, потому что низкий очень рейтинг у Голландии, пройти стадию квалификации в этом году не смогла ни одна команда, которая играла в Лиге Европы голландской. Ни Фенорд, ни АЗ, ни Витес. Так вот, это первая задача, да? То есть попытаться получить деньги за счет Лиги Европы. Вторая – это продажа игроков. То есть обязательно. То есть любого игрока Витеса можно купить. Вопрос только за... За сколько? За сколько, да. Третья задача. Нужно давать толчки для развития лендованным игрокам. Не обязательно Челси. Потому что это тоже реноме клуба. То есть третья – это развитие игроков, которые в арендах из больших клубов для установления с ними хороших контактов. И четвертое, учитывая, что большое внимание уделяется академии, у нее большой бюджет, она входит в топ-5 академий в Голландии, это, в принципе, пытаться подтягивать собственную молодежь. В этом году, еще тоже, например, показатель работы, Бера стал вызываться в сборную Словакии и играть за нее не только вызываться. Одегард стал играть за сборную Норвегии, Серера стали вызывать сборную ЮАР, Дорфалу стал вызывать сборную Алжира. То есть там у нас молодые, все, которые стали играть, все сразу попали, тот же Данила Дуки, в сборную Голландии. Ю-20, да, до этого он не вызывался. То есть как бы, ну то есть это тоже показатель работы тренера и клуба. Я слышал, что зимой к вам мог перейти Ананидзе. Да, это правда. А почему не перешел? Он не перешел из-за системы двойного налогообложения. Понятно, что Спартак ему бы доплачивал заработную плату, то есть никогда в жизни, то есть такую зарплату и близко не протянет. А так как у нас абсолютно разные системы налогообложения в России, это в Голландии, 51%, да, у нас там 13%. Ну да. И получается, то есть по голландским законам не может человек и в России облагаться налогом, и здесь, и поэтому юристы зарубились дел. Где больше зарплата? В Самаре или в Витдесе? В Самаре, конечно. Серьезно, да? Здесь же велосипед, тоже вид транспорта, ты не имеешь права в центре ездить на велике, потому что ты можешь не спить кого-нибудь. Викторич, как часто вы гоняете на велике в Голландии? Иногда жаркая погода, каждый день. Серьезно, прям каждый день? Я на базу езжу на велосипеде, здесь велосипед основной средствы передвижения, вот эта велодорожка, вот она, это не велодорожка, это прям велодорога, здесь свои правила движения, тебе надо рукой показывать, как ты поворачиваешь, направо и налево, свои светофоры, которые ниже расположены, тебя еще тоже периодически обгоняют, тебе тоже надо ехать в правом ряду. Так, ну что, погнали? А здесь штрафы есть за велик? Нет, здесь штрафов нет, но если тебя собьет машина, то ты можешь хорошо заработать. Я нашел свой заработок. Когда у тебя первый раз прожит велик, всегда тебе говорят, добро пожаловать в Голландию. У меня велосипед еще не нравится здесь, потому что я все время его как-то оставляю замком, или там дома паркур, а в Англии у меня упрали велосипед. Серьезно, да? Я был в хале. В хале, да? Прямо своровали? Да, причем там серьезный кандеминимум. Виктор, что я смотрю, вы реально кайфуете здесь, да? Здесь такая жизнь. Люди мертвыные, улыбаются. Все спокойно, никто не парится. Все четко распланировано. Давайте опишем вообще голландцев. Три их главных качества. Хорошее чувство юмора, открытые ко всему новому. Они живут, как в моем любимом фильме «Покровские ворота» говорил Сава Игнатьич, что нужно жить не для радости, а для совести. Так вот, они живут не для совести, а для радости. В России бытует мнение, что в Голландии все накурены, и все вечно шарахаются по борделям. Что из этого правда? А в Голландии бытует мнение, что в России медведи ходят по улицам, у вас холодно, и все ходят в ваге, как играют на балалайках. И бухают водку, да? Это нация, которая ведет сверх здоровый образ жизни. Одни велосипеды, уже об этом говорят. Каждый ребенок занимается спортом. То есть накуренный футболист на тренировку не приходил? Ну, не знаю, я определить не могу, у меня опыта нет. Мне кажется, мы по встречке едем. Надо было ехать вправо. Мы сейчас по встречке едем, мне кажется. По встречке еду уже 2 километра. Кстати, мы на стадион приехали. Нам студио совсем не нужно. Ну, уже ладно. Викторович, нас справа бабули обгоняют. Смотрите, как стоячих. Знаешь, такой байк. Электрический велик. А, она на электровелике гонит, да? У меня первый раз был культурологический шок. Когда я еду в гору, просто в мыле. И бабуля лет 80 обгоняет, да? И меня проезжает. Я думаю, ну все. И так было много унижений в жизни. Этого я не переживу. Но нет. Оказалось, это байк. А есть кто-нибудь из команды, кто на игру на велике приезжает? На игру нет. На игру нет, да? На тренировке многие. Карла сбил человека на скутере, потому что действительно без привычки поворачивать куда-то на машине, надо смотреть не только на твою стрелку, но и на светофор велосипедиста, потому что у тебя может быть направо стрелка гореть, а у него может быть прямо гореть. Ага, ага. И ты должен еще пропустить велосипедиста, а то потом повернуть. И Карла фиганул одного. А штрафовали его, нет? Штрафы все. Приходят в клуб. Караваев едет на тренировку, например, сбил скутериста, и в клуб пришел штраф, да? Да, ну все оплачивает Карлаев. Например, мои штрафы на машине, они приходят в клуб, клуб вычитают все с моей зарплатой. То есть здесь вообще через клуб можно купить все. Я айфон покупал через клуб, там вещи в стирку сдаешь через клуб. Круто. То есть ты там пришел, все оставил на ресепшене, тебе все расставляют, а потом автоматически... Вычитают это зарплату, да? Да. А если зарплаты не хватило, ты заказывал, а зарплаты не хватило, то что делать? Ну, второй вычитать. У меня здесь когда приезжали пацаны мои с полы Болгоградской, там большая была сумма и зарплаты не хватало, поэтому они вычитали несколько месяцев. Вот кубок, единственный трофей клуба за 125 лет, кубок выиграли 2 года назад. Очень компактный стадион вообще. Стадион стоповый. Да. Мне очень нравится. Стадион. Виктор, что-то объясните простым зрителям из России, реально ли Витесу конкурировать за чемпионство с такими монстрами, как Аякс, Фейнорд, ПСВ, АЗ, Алкмар? Нет, да? Тяжело? Ну, невозможно. Здесь Макдональдс рядом со стадионом, ну честно, признаетесь. Как можно зайти, если будет сразу же отмечено? Вот стоянка. Сразу фото, видео. Погнали, погнали. Вот это выход, да? Вот туннель. Почему не убирают травму здесь, Виктор? Слушай, еще даже раздевалку неправильно, так что можно. Здравствуйте. Хэллоу. Хэллоу. Эй. А что это маленькое? Ну, вот так у них здесь все маленькое. Здесь сидит у них основной состав. Всегда. А вот эти места как бы запасные обычно на стадионах на все как бы своё место, Ага. И всё прочее. А здесь, то есть, там очень чётко, то есть, вот здесь всегда сидит состав, вот тут сидят запасные. Для меня немного странно, потому что, ну, сегодня попал, завтра не попал, всё может быть, да? Здесь всегда, здесь так как нет места, здесь стоит всегда у меня фликчарт, ну, то есть доска, да? И она как бы, то есть, я не могу ну, её поставить как бы вот так, чтобы не видели все. Запасных нет, поэтому она вот здесь стоит, и вот эта группа, которая отдыхает, она смотрит, поэтому здесь всегда сидит основной состав. Есть бассейн, джакузи. Стоят две команды, большая. Здесь стоят судьи, здесь все напряжение, все на нервах. Мы сейчас идем здесь, а не оттуда. И понеслась, вау. Очень компактный стадион, мне нравится, что трибуны рядом с полем. Кстати, я обратил внимание, что поле в достаточно хорошем состоянии. Поле в идеальном состоянии, здесь поле, оно выезжает, здесь, когда концерты проходят, поле выезжает. То есть поле уезжает, но всегда на другом воздухе, здесь есть все, поэтому для февраля месяц это такая погода. Поле весь год в идеальном состоянии. Когда в Питере закрывали-открывали крышу, это целый процесс. А здесь, когда меня спрашивают открыть и закрыть крышу, например, перед игрой, я всегда за открытую крышу, просто дышится легче и как бы футболисты любят играть. Первое время спрашиваю, а сколько надо сказать? Он говорит, ну в принципе, это стоит нажать кнопку. А, кнопка нажимается и крыша закрывается. Причем несколько раз, например, они закрывали ее частично. То есть, например, шел дождь, и они как бы ее закрывали, часть, то есть они могут закрыть на любое расстояние. Просто одной кнопкой, можно полностью, можно частично. Понимаете, что вы убили просто миф Санкт-Петербурга, что на это нужно много времени. Можно за минуту ее закрыть или открыть. Викторович, интервью, где вы перепутали уволить и... Сок-сок? Да, 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 и уволить и сосать. Если только владелец или директора бокса меня закрывает, да, в какой ситуации я выйду. Извините? Нет, нет, если владелец меня закрывает, конечно. О, окей, если владелец тебя закрывает. Да. Здесь вообще не было резонанса. Ну, я в хале, естественно, это слово слышал, наверное, каждый день. Ага. Не выучить меня это из тех слов английских. Поэтому, на самом деле, например, в Йокшире они говорят именно, как бы, сак, да. А слово отрицательного значения говорят, как сук. То есть я вот у всех здесь спрашивал, там, у наших англичан, там, Макси Кларка, Джейка. Они говорят, ну, нормально сказал, вообще ничего такого нет. И здесь вообще не было резонанса. То есть президент ничего вам не сказал? Нет, президент, так как он читает русские СМИ, конечно, он сказал, что ты хорошо подстраховался, вот, на случай увольнения. Но, на самом деле, это была реакция только у нас. И я, когда пришел на следующий день на базу, я ржу. Я жду, что, ну, футболисты во всех командах, ты знаешь, да, начинают травить. То есть я думаю, ну, все. Сейчас надо быть готовым. И я, в принципе, был готов. Там вообще не было реакции. Вы общаетесь с Абрамовичем, это общеизвестный факт. Просто он не дает интервью вообще. Вообще все современные большие футболисты должны быть ему благодарны, потому что именно он в свое время взорвал рынок. Уже за ним потянулись все эти шейхи, эти везенные права, огромные контракты и все остальное. Ему задавал, например, вопрос, какие чемпионства для него важнее, да, которые были получены, когда они, ну, явно финансово доминировали. Или уже последние чемпионства за последние, получается, четыре сезона Челси был дважды чемпионом. Вот, и он мне сказал, что, в принципе, у него ощущения абсолютно одинаковые, да. Хотя в моем, опять же, обывательском представлении, да, как бы последние чемпионства, которые уже более на выстроенной работе, на системе, на том, что выстроена лучшая академия в мире, которая там как минимум играет в финале четырех юношеской лиги чемпионов, которая выигрывает все трофеи в Англии. Там тот же Мансити построил сумасшедшую академию, но пока не дотягиваются. То есть, по мне, это как бы, ну, мне казалось, что это покруче, но, на самом деле, для человека каждое чемпионство, оно и чемпионство, и чемпионство. Три качества. Три его качества самые крутые, которые вас просто впечатляют, может быть, вдохновляют. Ум, умение слушать, чувство юмора. У кого юмор лучше, у Абрамовича или у Дзюбы? Разные вообще стили. Дзюба, как артист, безусловно, в своем жанре практически не превзойдет. Скажите мне, в чем глобальный план, что дальше? Вот вы сегодня в Голландии, да? Нет таких планов. Я честно абсолютно говорю, ну, какой план? Ну, план проиграли несколько игр, поехал домой, вот план. Ну, что толку от того, что я спланировал, что я буду тут, не знаю, рвать Европу, а сам буду сидеть дома. Мы уезжали в Европу. Какая максимальная цель? Какая мечта? Никаких целей не было. Была задача попробовать, поработать в других условиях, в другой стране, на другом языке, и попробовать, работают ли твои идеи. Если коротко, если грубо, Викторович, вот реально, Слуцкий не зассал. Выйти из зоны комфорта и попробовать себя вообще в других условиях. Почему наши футболисты боятся? Да никто не боится. Неправда. Почему? Вот это миф, да, Савва, такой миф, а кто? Вот скажи мне, назови мне, пожалуйста, человек, который бы сказал, да, у меня было конкретное предложение, но я не уехал. Вот я там испугался или меня там не устроила зарплата и все такое. Сколько я общался с игроками, а я знаком практически со всеми ведущими российскими футболистами, все хотят уехать, все готовы сильно упасть в зарплате. То есть просто не нужны, получается, ну так, глобально. Когда тебе пришли с предложением, говорят, мы хотим вот этого, конечно, это уже легко, но это единичный случай, во всем остальном трансфер должен готовиться. То есть ошибочное мнение у болельщиков, что наши не едут только потому, что они не хотят. То есть неправда вообще, абсолютно неправда, и все хотят, все стремятся, все хотят попасть в что-то другое, все готовы пожертвовать деньгами, ну в какой-то степени. Понятно, там в два раза готовы, там в пять раз, наверное, ни один человек в мире не готов, и это нормально. Вот, но просто ни один человек в мире, кроме Слуцкого. Виктор, честно, без матча первый раз на стадионе? Не-не, было, было уже пресса, откуда мы с тобой идем, не было. Вы бомбово отработали чемпионат мира по версии всех, кроме Черданцева. Топ-3 комментатора в России, кто вам нравится? Нобель. Нобель. Я включу все-таки, наверное, Генича. Я включу Занозина. Занозина. О, три. Викторович, Мамаев и Гокорин, ваше мнение? Я их даже, как любой нормальный человек, осуждаю за то, что они делают. Я думаю, что они сами себя уже давным-давно осуждают. Вот, но на любое действие должно быть противодействие, да. И, скажем так, если я на тебя дунул, это не значит, что ты должен провести двойку боковую в челюсть. То есть, должно быть какая-то нормальная, адекватная, ответственная реакция. Потому что это не просто много, это гипермного. Это уже много, да? Да. После этого реально вернуться в футбол? На уровень сборной? Ну, полгода люди же возвращаются после травмы крестообразной связки в футбол. А это тоже полгода. Там у того же Гокорина как раз недавно была крестообразная связка. Там вопросы больше к его здоровью. У Мамаева тоже совсем недавно относительно была длинная травма хилла, после которой он возвращался. Поэтому, ну, почему нет? Оба играли у вас в сборной, и Мамаев и Кокорин. Если от них все отвернутся в Россию, вы их возьмете сюда? Ну, сложный вопрос. Я могу сказать, что по уровню мастерства каждый из них, безусловно, спокойно могли бы играть Витесси. Но дальше пошли вопросы, контракты, деньги, здоровье, будут ли они выездные, не выездные. Все, вы комментатор. Вспоминаем чемпионат мира. Мы работаем в паре. Вот она, комментаторская позиция. Я забыл, как это делается самым. Что за матч? Я уже догадываюсь. А вы не видели голы его в бутырке? Нет. Все, понеслась. Борьба в середине поля. Большое количество отскоков. Мяч отскакивает. И удар с полулета правой ногой в падении. Блестящий мяч забивает Павел Мамаев. Так, все, отлично. Следует. А ты будешь комментировать? Нет, я оператор. Поехали дальше. Да. Мяч вратаря. Игроки ищут свободные зоны. Их не так много на скотченном пространстве. Идет передача. Он там через себя. Прекрасный гол. Сразу видно, что маховая нога была левая, завершал правая. Я думал сразу видно, что был у Слуцкого. Скорее могло ему только помешать. Так, третий гол. Мяч разливается в середине поля. Идет отскок. Рикошет. Павел Мамаев убирает мяч под левую ногу. И забивает мяч в ближнюю. Ну, прием плохой был, да? Ну, там, блин, лед. Как там примешь лучше? Они на каком покрытии вообще играют? Куда там? Думаю, там покрытие без покрытия. Не, ну, если рейтинг составлять, то второй гол на первом месте. Первый и на втором, а третий и на третьем. То есть через себя первый, ножницами второй и вот этот вот. Да, этот на третьем. Круто, да. Самое обидное, что он забил больше, чем я за карьеру. Ну, как он, кстати, в форме, нет? Ну, все-таки через себя еще попасть надо. Не-не-не, ну, да что значит в форме, не в форме. Он профессиональный спортсмен и вряд ли он за 4 месяца растеряет все свои кондиты. Я сделал вашу футболку. Вот она. Красота. В одном экземпляре больше таких не было идиотов, кто мои майки здесь заказывал. В конце каждого выпуска мы разыгрываем футболки. Это супер эксклюзив. Я уже завидую человеку, которому она достанется. Давайте придумаем вопрос. Вопрос такой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой матч в ЦСКА я считаю самым важным за все 302 матча, которые я отработал с этим славным, великолепным клубом, который всегда останется в моем сердце, душе и где угодно. И почему? Точно отгадают хоть, нет? Я думаю, что да. Нагрузочный день закончился у вас? Это у тебя. У меня еще тренировки сегодня. Викторович, спасибо вам большое. Давай. Процветание твоему каналу. Спасибо. Куча просмотров. Тебе не удалось изменить футбол, когда ты был футболистом. Зато тебе удается. Спасибо. Спасибо. Удачи. Вам только победа. Всем привет. И всем пока. Давайте. Посмотрите выпуск. Первый. Лайки даже поставлю. Все. Пока. Короче. Если вам понравилось видео про Лео Слуцкого и его Витес, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Еще подписывайтесь на мой инстаграм, твиттер и группу вконтакте. Это красава. Всем пока. Красава. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok